Рядом. Сидеть. Германика для своих простагиера готовится к первому испытанию. Ей предстоит найти ящик, в котором спрятали имитатор с героиновым запахом. Поиск наркотиков для этой собаки – ежедневная обязанность. Она работает и в аэропорту, и в квартире, и на улице. Правда, больших партий собака пока не находила. Гере всего два года. Она очень активная собака. Её сложно тормозить, сложно останавливать. Но такая собака нужна в работе. Она практически не устает. К опытному кинологу Станиславу Зуеву Гера попала месячным щенком. С тех пор они всё время вместе живут под одной крышей. И дома гроза наркокурьеров Германика с удовольствием играет с детьми. И хотя с испытаниями Гера справилась не идеально, Станислав всё равно её хвалит. В работе собака работает без поводка. А здесь приходится собаку контролировать поводком, чтобы она не переключилась на другой ряд. Ну и был проход, как сами видели. Снижение баллов. Ну вот так, в принципе, доволен. Собака нашла. Собака запах знает. Белла и Кант служат в региональном поисково-спасательном отряде. Кант ещё юн, а Белла уже опытная собака. В 2014 году она помогала искать пострадавших под завалами здания политеха СВУ. Наркотиками собаки-спасатели не работают, поэтому этот этап соревнований пропускают. В основном занимаемся поиском в осенний период, когда у нас гербники теряются. Уезжаем в лес искать людей. Когда вот происходят обрушения какие-нибудь. Ну вот тут недавно было в Зелёной Рощи обрушение, тоже выезжали. Выявлять лучшую служебную собаку в городе будут два дня. В соревнованиях участвуют самые опытные кинологи, их четырёхлапые помощники из Красноярской таможни, полиции, гуфсин, ведомственной охраны и МЧС. Собакам придётся искать имитаторы наркотиков, спрятанные в багаже, в помещении, а также показывать своё послушание и умение задерживать преступника. У собак очень большой драйв, азарт, у них тоже стресс от всего, что происходит, от камер, от присутствия посторонних людей. Потому что в основном наша работа скрытая и на первый взгляд как будто не видна. Потому что кинологи применяются на первых линиях преступлений, борьбы с преступниками. Победители этого конкурса отправятся на всероссийские соревнования, чтобы получить звание чемпиона России. Клавдия Стримахович, Михаил Масленников, Афонтова Новости.